BigGeek.ru. Дружелюбный и проверенный магазин гаджетов. Apple убрала возможность прямого подключения 3,5-мм обычных проводных наушников в 7-й iPhone и положила в коробочку вот этот вот стыдный переходник с лайтнинга на миниджек для таких вот ретроградов, которые потом писали в комментариях, что ни за что не купят этот iPhone, что нельзя так делать и верните дырочку ироды. Однако Apple сказала, а-а-а, никаких вам дырочек, вот вам AirPods, вот вам еще BeatsX и другие беспроводные наушники, пользуйтесь на здоровье, это же для вашего же блага делается. Ну что ж, на Apple, как всегда, виднее, что нужно потребителю и на рынке уже есть AirPods. Вышли они, конечно же, достаточно многострадально, обзор есть на канале, можете обязательно посмотреть. Есть некоторые модели Beats и есть просто куча других брендов, которые делают беспроводные наушники. Всем здрасте! Сегодня мы поговорим о наушниках BeatsX, что, в общем-то, понятно из названия видео, и попробуем понять, насколько это хорошие уши, насколько они оправдывают свою цену и чем вообще тогда отличаются от тех же самых уже упомянутых AirPods'ов. Посмотрим на коробочку, давайте скорее начинать. Поехали! Начнем с содержимого коробки, вот это все я из нее вытащил. Самое главное, это стикер Beats, который я обязательно наклею на MacBook после этого видео. Тут же промо-кода на 3 месяца бесплатной Apple музыки забирайте, кто успел, тот и съел. Чехол для переноски наушников резиновый, черный собирает пыль просто на отличненько. И вот такая вот площадка с дополнительными аксессуарами для ушей. Во-первых, это три пара амбушюр. В зависимости от того, какого размера дырка у вас в ухе, можете подобрать подходящие. И дополнительные крылья, которые надеваются на сами наушники для более плотного упора. Если вы, например, бегаете или занимаетесь спортом, и из ушей у вас все вываливается, эти штуки вам обязательно помогут. Ну и, конечно, сами наушники. Вот они белого цвета, такие есть еще в черном и в некоторых других цветах. Но парни из BigGeek подсобили мне именно с белой версией. Приятный комплект, особенно учитывая то, что с AirPods в коробке не было вообще ничего. Давайте перейдем к самим наушникам. Ключевое отличие от AirPods заключается, кроме того, что это внутриканальные уши, еще в том, что они не совсем вот на 100% беспроводные. Все-таки провод у них есть, который объединяет левый и правый наушник, и содержит на себе вот такие вот элементы, в которых у нас батарея и кнопочки управления. Так как BeatsX тоже использует чип W1, спаривание их с айфоном очень простое. Вы просто жмете на кнопочку, и на экране появляются почему-то черные BeatsX, могли бы уже и белые сделать. Жмете подключить, после чего через несколько секунд наушники уже готовы к прослушиванию музыки и показывают заряд батареи. Относительно заряда батареи и времени жизни. В комплекте у нас есть черный Lightning кабель, потому что наушники заряжаются по Lightning, причем заряжаются очень быстро, за 10. Минут мне удалось с нуля их зарядить до 39%. Полная зарядка занимает порядка 45 минут, что, по-моему, очень быстро. По времени жизни могу сказать, что мне их хватило на два дня очень активного использования утром, днем, в течение рабочего дня и вечером. Поэтому тут у меня вопросов к наушникам никаких нет. Живут действительно для таких портативных наушников вполне неплохо. Многие ругают Beats за сильные перекосы в сторону низких частот. У BeatsX такой проблемы нет. Звучат они, в принципе, достаточно балансно. Нет каких-то перегибов внизу или, наоборот, в высокие частоты. Но тоже не могу сказать, что это вот прям лучшие наушники, которые я слышал в своей жизни. Они звучат вполне себе хорошо, но какого-то выдающегося качества звука они не показывают. Я тестировал как на Lossless музыке, так и на обычном стриминге Spotify. Кстати, особой разницы в BeatsX я не услышал. Но, учитывая то, что это вакуумные наушники, которые, кстати, смотрите, умеют магнититься друг к дружке для более удобного ношения, они обеспечивают неплохую шумоизоляцию. То есть вы вообще не слышите шум метро или улицы вокруг вас. Поэтому звук кажется чище и лучше, по крайней мере, в сравнении с теми же самыми, опять же, AirPods. Это небо и земля. В AirPods в метро вообще ничего не слышно. BeatsX можно слушать особо не напрягаясь. Единственное, что мне показалось, что уровень максимальной громкости у BeatsX какой-то немножечко низкий. То есть если выкрутить громкость на какой-то абсолютный максимум, какого-то конкретного акустического дискомфорта, вы не почувствуете. Да, будет громко, но не невыносимо громко. Относительно функциональности BeatsX как гарнитуры отмечу следующее. Мои собеседники, когда я разговаривал через эти наушники по телефону, отмечали, что качество микрофона у этих наушников какой-то не очень. Как будто бы я говорю в какое-то ведро. Со своей стороны могу сказать, что так как это наушники-затычки внутриканальные, я себя слышал очень плохо, поэтому я практически никак не мог контролировать уровень громкости своего голоса. И в итоге получалось, что я шел по улице и тупо орал. Поэтому с какой стороны ни посмотри, BeatsX как гарнитура получается так себе. И микрофон не очень, да и говорить, в общем-то, не совсем комфортно. Окей, вот допустим такую ситуацию. У вас есть порядка 12-13 тысяч рублей, и вы хотите купить себе какие-нибудь Apple-овские беспроводные наушники. Что выбрать? AirPods или же все-таки BeatsX? Я бы в первую очередь стал смотреть на то, где вы живете и где вы собираетесь использовать эти наушники. Например, AirPods гораздо лучше показывают себя в качестве гарнитуры. У них качественнее микрофоны, и говорить через них гораздо удобнее. BeatsX, в свою очередь, отлично подойдут тем, кто, например, часто передвигается в метро, или часто бегает, или часто бегает в метро. То есть попадает в такие ситуации, когда наушники могут из уха просто-напросто выпасть. Они держатся отлично, плюс дополнительные крылья и упоры в комплекте тоже есть. Можете зафиксировать намертво так, что руками потом эти наушники не вытащите. Смотрите, что вам удобнее. Звучат BeatsX, конечно же, лучше, детальнее и четче, чем AirPods, потому что они внутриканальные. Бояться того, что это Beats, дескать, раскрученный бренд без какого-либо качества звука, ну, наверное, в данном случае не стоит, потому что это достаточно сбалансированные наушники. Но цена лично меня, опять же, напрягает немного цена, потому что примерно за сумму вдвое меньшую можно купить какие-нибудь такого же формата наушники Plantronics. Поэтому, если у вас просто дофига денег, и вы не знаете, куда их потратить, да, это вполне неплохой вариант, да, впрочем, и AirPods в определенных ситуациях тоже окажутся вполне себе. Кстати, делайте свой выбор самостоятельно, подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там есть всякие интересные новости, и ставьте большие пальцы вверх, это важно. Пока-пока.